Нам нелегко, но не дух побеждая, новых высоких вершин достигаем. В субботу на стадионе школы по лёгкой атлетике прошёл фестиваль спорта, посвящённый Дню города и Дню шахтёра. Участие в нём приняли активисты спортивного движения «Инвалидов». Эти соревнования у нас традиционные, проходят в ожесточённой борьбе, очень сильная конкуренция у общества, для них это очень важный старт. Во-первых, просто встретиться, поговорить, пообщаться, ну и, конечно же, показать то, на что они способны, для чего они тренируются. «Инвалиды» соревновались в пяти летних видах спорта. Бег на 100 метров, толкание ядра, бросок мяча, дартс и прыжок с места. Елена Лопашова – опытная участница спортивных мероприятий. Она выступает в составе сборной команды общества слепых уже не один год. Много раз становилась победителем и призёром в спринте. «Спортом я занимаюсь уже больше 10 лет. Это как и самореализация, и познакомиться с новыми друзьями, общение, и стараюсь по возможности расти дальше, дальше. За 10 лет самое-самое рекордное было 13 с чем-то, 13, ну около 14 секунд». Сильная команда для участия в фестивале собралась и у городского общества глухих. Сколько спортсменов сегодня принимает участие от вашего общества глухих? «Ну, мы каждый год собираемся на фестиваль, 10 человек участвуют. А в основном, как бы, любители. Ну, у меня есть профессионалы, есть олимпийская чемпионка, даже двукратная, Одища Ваилина. И её сын, тоже участник многих соревнований юниорских, ну до чемпиона, до олимпиады он ещё не дошёл. Думаю, это всё в будущем. Мы всё-таки любители, но когда у нас успехи, мы очень гордимся своей командой. И каждый год у нас есть, вручают на День инвалидов во дворце Кирова, кубки. Ну, в основном, первое место мы получаем. Ну, в прошлом году второе были. Ну, я думаю, в этом году мы постараемся наверстать». Старается не пропустить ни одного спортивного старта и участник команды общества инвалидов Дмитрий Манец. На этот раз он первым приехал в заезде колясочников. «Конечно, я доволен. Но не тяжело было. На тренировках по баскетболу тяжелее бывает. Потому что тренируюсь-то уже пятый год по баскетболу. В неделю два раза. Спорт для меня – это жизнь. Это самое главное. Без спорта никак». Все участники фестиваля получили подарки, а победители и призёры унесли домой медали и грамоты. Результаты спортсменов войдут в общий зачёт спартакиады инвалидов. Итоги будут подведены осенью. Тогда же победитель получит кубок.